Приветствую! Установлено, научно установлено, что недостаток питания витаминов и минеральных веществ является одной из важнейших причин ухудшения состояния здоровья населения. Отсюда низкая рождаемость, снижение качества жизни, продолжительность жизни, рост заболеваемости и смертности. Также становится очевидно, что большинство лиц старше 45 лет страдают хроническими алиментарно-зависимыми заболеваниями. Действие пищевых веществ нашего питания влияет на глубинные механизмы клеточного существования. Недостаточность микронутриентов в нашем питании ведет к повреждению ДНК. Дефициты микронутриентов могут приводить к трагическим последствиям на молекулярном уровне, что ведет к повреждению ДНК, хромосомным разрывам, свободно-радикальным окислительным повреждениям, мутациям, также ДНК-разрывы в том числе. И как следствие мы имеем сердечные заболевания, онкологию, дисфункцию мозга, иммунные нарушения, дисфункцию нервной системы и многое-многое другое. В настоящее время точно установлено, опять же научно установлено, что витамины и минералы, которые в организме находятся в виде единого и неделимого витаминно-минерального комплекса, разделяя их числоусловно, являются важнейшими составляющими тех белковых молекул в организме, которые называются ферментами и которые управляют всеми, абсолютно всеми процессами в нашем организме, начиная от механического движения и заканчивая интеллектуальной деятельностью. И вот оказывается, что дефицит витаминов и минералов приводит к тому, что ферменты эти становятся недееспособными. Система очистки бездействует. В результате резко усиливаются процессы окисления и зашлаковки, которые лежат в основе практически всех известных заболеваний, даже обычных простуд. А почему? Потому, что организм не получает тех веществ, которые создают защиту от этих разрушающих процессов. Восполнив дефицит этих жизненно важных веществ, вы надежно защищаете себя от самых разных заболеваний. Для желающих понимать действия микронутриентов, поступающих с нашей пищей, как с обычным питанием, так и в виде высокотехнологических биологически активных комплексов и применять в повседневной жизни принципы правильно сбалансированного питания. Не диет или отказ от любимых продуктов, а правильно сбалансировать свое питание. Для профилактики здоровья, как своего, так и своих близких. Создан цикл лекций «Нутрициология для каждого», а также открыты курсы дополнительного образования по специальности «Нутрициолог» с выдачей свидетельства государственного образца об окончании курсов. Более подробно смотрите по ссылке под этим видео. Темы, которые мы предлагаем к изучению. Раздел 1. Введение в общую микронутриентологию. 14 тем. Вы видите их на своем экране. Раздел 2. Специальные вопросы микронутриентологии. Тут у нас 13 тем. И раздел 3. Самый основной. Частная микронутриентология. В этом разделе мы будем изучать, как с применением природных, питательных, биологически активных веществ заниматься профилактикой своего здоровья и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Слушайте лекции. Будьте здоровы. До встречи.